Здравствуйте, уважаемые слушатели Кружка! Вашему вниманию мы сегодня предлагаем работу Владимира Ильича Ленина «Памяти коммуны». Почему именно эту работу? Дело в том, что 10 дней назад, 18 марта, исполнилось 152 года с момента или со времени провозглашения Парижской коммуны. И именно памяти коммуны, этому событию провозглашения Парижской коммуны, эта работа Владимира Ильича Ленина посвящена. Она была написана 15 апреля 1911 года по случаю 40-летия этого события, то есть событие, которое произошло в Париже. И поэтому, конечно, нам интересно узнать, как относился к этому событию провозглашения коммуны в Париже Владимир Ильич Ленин. И какое значение для нас сейчас может иметь это событие. Поэтому давайте ознакомимся с тем, что думал тогда в 1911 году Владимир Ильич Ленин. Он начинает свою работу с таких слов. 40 лет прошло со времени провозглашения Парижской коммуны. По установившемуся обычаю, французский пролетариат митингами и демонстрациями почтил память деятелей революции 18 марта 1871 года. А в конце мая он снова понесет венки на могилы расстрелянных коммунаров, жертв страшной майской недели. Но почему именно в конце мая? Вы помните, что Парижская коммуна, если кто-то изучал историю этого события, продержалась всего 72 дня. Начиная с 18 марта и до 28 мая. Причем последнюю неделю, с 21 по 28 мая, это, конечно, самые тяжелые дни расстрела в буржуазии Парижской коммуны. Не просто расстрелы, а расстрелы из пушек? Не только из пушек, а именно даже и расстреливали у стены на кладбище Перлашес и так далее из ружей. Но это уже относится вне рамок работы Владимира Ильича. После таких вступительных слов, что французский пролетариат митингами демонстрации почтил память, Владимир Ильич задает вопрос, почему же пролетариат, не только французский, но и всего мира, чтит в деятелях Парижской коммуны своих предшественников? И в чем заключается наследство Парижской коммуны? Прежде чем ответить на эти вопросы, Владимир Ильич сначала обращается к истории происхождения Парижской коммуны. Откуда она и что послужило истоком провозглашения Парижской коммуны. И говорит, коммуна возникла стихийно. Ее никто сознательно и планомерно не подготовлял. Неудачная война с Германией, мучение во время осады, безработица среди пролетариата и разорение среди мелкой буржуазии, негодование массы против высших классов и против начальства, проявившего полную неспособность, смутное брожение в среде рабочего класса, недовольного своим положением и стремившегося к иному социальному укладу, реакционный состав национального собрания, заставлявший опасаться за судьбу республики, все это и многое другое соединилось для того, чтобы толкнуть парижское население к революции 18 марта, неожиданно передавшей власть в руки национальной гвардии, в руки рабочего класса и примкнувшей к нему мелкой буржуазии. Вот такие причины указывает Владимир Ильич Ленин. И далее говорит, это было невиданным в истории событием. До тех пор власть обыкновенно находилась в руках помещиков и капиталистов, то есть их доверенных лиц, составлявших так называемое правительство. После же революции 18 марта, когда правительство Тьера бежало из Парижа со своими войсками, полицией и чиновниками, народ остался господином положения, и власть перешла к пролетариату. Но в современном обществе пролетариат, порабощенный капиталом экономически, не может господствовать политически, не разбивши своих цепей, которые приковывают его к капиталу. И вот почему движение коммуны должно было неизбежно получить социалистическую окраску. То есть начать стремиться к неспровержению господства буржуазии, господства капитала, к разрушению самых основ современного общественного строя. То есть вот как раз наступил такой период, когда пролетариат вынужден был взять власть в свои руки и перейти к тому, чтобы его отношения и общественные, и экономические отношения получили социалистическую окраску. Ну и далее Владимир Владимирович также рассматривает, как развивалась, то есть историю развития парижской коммуны. Он говорит, вначале это движение было крайне смешанным и неопределенным. К нему привкнули и патриоты, то есть кроме рабочего класса, патриоты, которые надеялись, что коммуна возобновит войну с немцами и доведет ее до благополучного конца. Его поддержали также и мелкие лавочники, которым грозило разорение, если не будет отсрочен платеж по векселям и уплата за квартиру. Этой острочке правительство Кира не хотело им давать, но зато эту острочку дала коммуна. Наконец, в первое время коммуне сочувствовали и буржуазные республиканцы, опасавшиеся, что реакционные национального собрания восстановят монархию. Но главную роль в этом движении играли, конечно, рабочие, особенно парижские ремесленники, среди которых в последние годы Второй империи велась деятельная социалистическая пропаганда, и многие из которых принадлежали даже к интернационалу. То есть, несмотря на много примкнувших коммуне, все-таки основу составляли наиболее сознательная часть, это парижский пролетариат, парижские рабочие. И далее, рассмотрев, с чего начиналось движение коммуны, Владимир Ильич говорит, что только рабочие остались до конца верны коммуне. Буржуазные республиканцы и мелкие буржуа скоро отстали от нее. Одних напугал революционно-социалистический пролетарский характер движения, другие отстали от него, когда увидели, что оно обречено на неминуемое поражение, и только французские пролетарии без страха и устали поддерживали свое правительство, только они сражались и умирали за него, то есть за дело освобождения рабочего класса, за лучшее будущее для всех трудящихся. Покинутая вчерашними союзниками и никем не поддержанная, коммуна неизбежно должна была потерпеть поражение. Вся буржуазия Франции, все помещики, биржевики, фабриканты, все крупные и мелкие воры, все эксплуататоры соединились против нее. Но этой буржуазной коалиции, поддержанной Бисмарком, который отпустил из немецкого плена 100 тысяч французских солдат для покорения революционного Парижа, удалось восстановить темных крестьян и мелкую провинциальную буржуазию против парижского пролетариата и окружить половину Парижа железным кольцом. То есть правительство Терра и все, как говорит Ленин, биржевики, фабриканты и прочее примкнули к подавлению Парижской коммуны. То есть половину кольца окружения Парижа это составляла провинциальная буржуазия. И вторым кольцом, вторая половина была обложена немецкой армией. В некоторых крупных городах Франции, например Марселе, Леоне, Сент-Тетьене, Дижоне, рабочие также сделали попытки захватить власть, провозгласить коммуну и пойти на выручку Парижа. Но эти попытки быстро закончились неудачей. И Париж, первый поднявший знамя пролетарского восстания, предоставлен был собственным силам и обречен на верную гибель. Вот так проанализировал историю, ну как бы возникновения Парижской коммуны и развития этого события Владимир Ильич Ленин. И далее он переходит к такому, освещение такого вопроса. А какие же были необходимые условия, чтобы Парижская, что нужно было, какие условия нужно было создать, чтобы Парижская коммуна могла победить. По этому поводу Владимир Ильич говорит, для победоносной социальной революции нужна наличность по крайней мере двух условий. О двух условиях он говорит. Это высокое развитие производительных сил и подготовленность пролетариата. Но в 1871 году оба эти условия отсутствовали. Французский капитализм был еще мало развит, то есть первое условие это развитие производительных сил. Французский капитализм был еще мало развит и Франция была тогда по преимуществу страной мелкой буржуазии. И в основном это ремесленники, крестьяне, лавочники и прочее мелкой буржуазии. С другой стороны, не было на лицо рабочей партии, то есть пролетариат должен быть организован, а вот не было на лицо рабочей партии, не было подготовки и долгой выучки рабочего класса, который в массе даже не совсем ясно еще представлял себе свои задачи и способы их осуществления. Не было ни серьезной политической организации пролетариата, ни широких профессиональных союзов и кооперативных товариществ. Ну если переложить эти вот понятия, эти два условия, которые были необходимы для победы социалистической революции, ну развитие производительных сил сейчас достаточно хорошо. А вот что касается организации рабочего класса, конечно здесь еще предстоит очень большая работа. Ну и далее по поводу условий победы Владимир Ильич говорит, но главное, чего не хватало коммуне, так это времени, чтобы свободы оглядеться и взяться за осуществление своей программы. Не успела она приступить к делу, как засевшее в Версале правительство, поддержанное всей буржуазией, как не только буржуазией, но и Германией, открыло против Парижа военные действия. И кому не пришлось прежде всего подумать о самообороне. И вплоть до самого конца, наступившего 21-28 мая, ей ни о чем другом серьезно подумать не было времени. Вот так оценивает возможность, даже не стойкая возможность, а причину, почему коммуна не смогла продержаться дольше, чем 72 дня. И далее Владимир Ильич переходит к рассмотрению такого вопроса, а что же все-таки удалось сделать коммуне, каких успехов она смогла добиться. И говорит, впрочем, несмотря на столь неблагоприятные условия, которые он выше рассмотрел, несмотря на кратковременность своего существования, коммуна успела принять несколько мер, достаточно характеризующих ее истинный смысл и цели. Коммуна заменила постоянную армию, это слепое орудие в руках господствующих классов, всеобщим вооружением народа. То есть весь парижский трудящийся класс был вооружен. Далее, она провозгласила отделение церкви от государства, уничтожила бюджет культов, то есть государственное жалование попам, придала народному образованию чисто светский характер. В чисто социальной области она успела сделать немного, но это немногое все-таки достаточно ярко вскрывает ее характер, как народного рабочего правительства. Что здесь было сделано? Запрещен был ночной труд в булочных, отменена система штрафов этого узаконенного ограбления рабочих, наконец, издан знаменитый декрет, в силу которого все фабрики, заводы и мастерские, покинутые или приостановленные своими хозяевами, передавались рабочим артелям для возобновления производства. То есть был установлен контроль рабочего класса над производством. И как бы для того, чтобы подчеркнуть свой характер истинно демократического пролетарского правительства, коммуна постановила, что вознаграждение всех чинов администрации и правительства не должно превышать нормальной рабочей платы и ни в коем случае не быть выше 6 тысяч франков в год. Ну это примерно где-то на то время, как Владимир Владимирович рассматривает, около менее чем 200 рублей в месяц. для руководителей, для чинов администрации и правительства. Ну сейчас, конечно, мы можем сказать, что если работяги где-то хорошо, если больше 20 тысяч получают в месяц, то наши думцы и прочие правители там далеко за 200 в месяц имеется в виду. Ну и далее, вот рассмотрев то, что удалось сделать коммуне, Владимир Владимирович переходит к такому вопросу. Как же отреагировала буржуазия на эти действия коммуны? И говорит, все эти меры достаточно ясно говорили о том, что коммуна составляет смертельную угрозу для старого мира, основанного на порабощении и эксплуатации. Поэтому буржуазное общество не могло спать спокойно, пока на Парижской городской думе развивалось красное знамя пролетариата. И когда, наконец, организованной правительственной силе удалось взять вверх над плохо организованной силой революции, бонапартовские генералы, побитые немцами и храбрые против побежденных земляков, устроили такую резню, какой Париж еще не видал. Около 30 тысяч парижан было убито озверевшей солдатчиной, около 45 тысяч арестовано и многие из них впоследствии казнены. Тысячи сосланы на каторгу и на поселение. В общем, Париж потерял около 100 тысяч сынов, в том числе лучших рабочих всех профессий. Вот так буржуазия отомстила Парижской коммуне. Далее, Владимир Ильич обращается к такому вопросу, что несмотря на поражение, несмотря на поражение, все-таки буржуазии окончательно подавить рабочее движение не удалось. И говорит следующее. «Буржуазия была довольна. Теперь социализмом покончено надолго», говорил ее вождь кровожадный Карлик Тьер, после кровавой бани, которую он со своими генералами задал Парижскому пролетариату. Тут напрашивается ассоциация. Помните, как Борис Николаевич Ельцин тоже заявил в Сенате в Американском, с коммунизмом покончено. Но всегда он так заявил. Да, напрашивается такая ассоциация. Далее Владимир Ильич говорит. «Но напрасно каркали эти буржуазные вороны. Через каких-нибудь 6 лет, после подавления коммуны, когда многие борцы ее еще томились на каторге и ссылке, во Франции уже начиналось новое рабочее движение. Новое социалистическое поколение, обогащенное опытом своих предшественников, но отнюдь не обескураженное их поражением, подхватило знамя, выпавшее из рук борцов коммуны и понесло его уверенно и смело вперед при кликах. Да здравствует социальная революция, да здравствует коммуна. А еще через пару-другую лет новая рабочая партия и поднятая ею в стране агитация заставила господствующие классы отпустить на свободу пленных коммунаров, еще оставшихся в руках правительства». То есть рабочее движение не удалось подавить навсегда, как хвасталась буржуазия. Ну и в заключение этой работы Владимир Ильич остановился на историческом значении. Какое же историческое значение имело про возглашение коммуны и что полезного для пролетариата она сделала. Итак, он говорит, «Память борцов коммуны чтится не только французскими рабочими, но и пролетариатам всего мира. Ибо коммуна боролась не за какую-нибудь местную или узконациональную задачу, а за освобождение всего трудящегося человечества, всех униженных и оскорбленных». Как передовой боец за социальную революцию коммуна снискала симпатии всюду, где страдает и борется пролетариат. Картина ее жизни и смерти, вид рабочего правительства, захватившего и державшего в своих руках в течение свыше двух месяцев столицу мира, зрелище геройской борьбы пролетариата и его страдания после поражения, все это подняло дух миллионов рабочих, возбудило их надежды и привлекло их симпатии на сторону социализма. Гром парижских пушек разбудил, спавшие глубоким сном, самые отсталые слои пролетариата и всюду дал толчок к усилению революционно-социалистической пропаганды. Вот почему дело коммуны не умерло. Оно до сих пор живет в каждом из нас. Дело коммуны это дело социальной революции, говорит в заключении Владимир Ильич. Дело полного политического и экономического освобождения трудящихся. Это дело всесветного пролетариата. И в этом смысле оно бессмертно. Вот этими словами он закончил свою работу. Пожалуйста, какие есть вопросы или какие-то есть мнения, высказывания по поводу того, что мы с вами рассмотрели. Для начала, наверное, стоит поговорить об актуальности работы. Прошла революция 5-7 года в России. Владимир Ильич сел за изучением революции предшествий. Да, но как раз юбилей был, 40 лет было. Тем более такой повод. Соответственно, вопрос-то и к сегодняшнему. Если кто-то собрался что-то сделать, то он должен сначала погрузиться и посмотреть, какие ошибки были совершены в прошлом. И ошибки, и какие достижения, на что нужно обратить внимание, когда, если задаться вопросом, что было полезно, можно взять из этих исторических событий. Я бы даже сказал, но актуальнее сейчас, до сих пор многие товарищи не понимают, что нельзя просто как-то что-то вдруг кто-то там на площади бегает, куча народов, и надо тут же примыкать. Успех-то не в этом, успех в том, чтобы создать предварительную организацию, опирающуюся на профсоюзы, на советы. Ну тут же говорит, о чем Владимир Владимирович, что нужно два условия. Он говорит правильно, что первое условие – это развитие производительных сил, а второе – это подготовленность пролетариата. А что значит подготовленность? Он должен быть организован и осознавать свое положение в обществе, и чего он хочет добиться. Вот это вопрос очень, конечно, тяжелый. Опять же к выводам, да, то есть если мы не подготовимся, может это закончиться очень печально, вот как в фаллической коммуне, да, расстрел из пушек до 100 тысяч убитых, куча заключенных и тому подобное вещи. То есть, ну, наши ощутки очень могут оказаться быть хромавыми. Ну, насчет «наше» как-то слово звучит не совсем. Дело в том, что эту проблему должен решать пролетариат, организованный пролетариат. Поэтому для того, чтобы, как бы, то, что он захочет организованный пролетариат добиться того, чтобы избавиться от эксплуатации, вот, он должен действовать строго по науке, то есть научно. Научное понимание у него должно быть событий, потому что всякий, как говорил кто-то из классиков, что может произойти бунт бессмысленный и беспощадный, вот, вместо организованного восстания против несправедливости. А бессмысленный, беспощадный бунт, это, конечно, приводит к тому, что его просто подавит власть. Вы, прямо, с КЗК сорвали мой следующий вопрос. Собственно, да, вот, начинается какая-нибудь фигня, да, вот, как какие-нибудь там валят, там бегут у нас по площади. Вот, собственно, и вопрос, бежать ли участвовать в этом деле, или понимать прекрасно, что ни к чему хорошему это не приведет, если мы, если мы хотим добиться своей цели, надо не бегать по площадям, от ментов удирать, а надо организации строить. Да, но дело в том, что уроки Октябрьской, Великой Октябрьской революции, их тоже нужно изучать, ведь там, как, организованный рабочий класс все сделал, а не кто-то еще. Он был организован настолько, что смог добиться того, чего он хотел, то есть избавиться от эксплуатации. У Владимира Ильича была маленькая база знаний, которую можно было анализировать, там, Парижская коммуна, там, революция 5-го, 7-го. А у нас теперь большая. Багаж огромный, мы можем учесть все недостатки, все ошибки, и обойти все подводные карты. Ну, это, конечно, должен пролетариат осознать все-таки свое положение, свои возможности. Будем надеяться. В этом плане первые же решения, опять же, тут приводится, да, что сделал, Крайприческая коммуна там отменила ночные работы, отменила штрафы, а тем не менее у нас сегодня тоже самое, вот буквально на днях. Буржуазия, она. Забастовка, да. Всегда буржуазия. Валберис, там точно так же были штрафы, народ, прежде всего, поднялся рабочий класс, ну, на больших класс, плод, да. Трудящиеся поднялись против, так сказать, капиталистов и против штрафов, то есть до сих пор тема актуальна. То есть, опять же, первым декретом, да, которая современная коммуна должна будет выдать, это что-нибудь там типа отмены ипотечного кредита, отмена там долгового рабства и тому подобные вещи. То есть, перед началом всего этого дела все лозунги должны быть прорвотами. Владимир Ильич, когда они дошли до 17-го года, у них уже декреты были. О мире, о земле. То есть, надо понимать, что зачем туда идешь. А если нету понимания и нету согласованности, то тебе никто не принесет, никто тебе вернет в действие, не кажется. Ну, да. Ну, первая, как говорится, пролетарская диктатура продержалась 72 дня. Вторая, на примере Советского Союза или нашей страны, можно сказать, продержалась 72 года. Если взять от Октябрьской революции и до того момента, когда у нас появился президент, то есть, советская власть уже была отодвинута президентом. Это был 89-й год. Как раз отнимаем, от 89-го 17, получается 72. Или наоборот, Советский Союз тоже просуществовал, можно сказать, тоже 72 года, если от 93-го года отнять 22-й год, когда был создан Советский Союз. Опять получается 72 года. Но будем надеяться, что третья попытка пролетариата установления своей власти продержится 72 века. Ну почему? А сколько? Гораздо больше вариантов. А почему? Есть еще Китай. Там тоже была революция. А что пишут? Ничего не закончилось. Это еще и повод не изучать их историю. Почему? Нет, я не про повод говорю. Просто я говорю про развитие событий, получается. Сначала 72 дня, потом 72 года. И мы говорим, может, все больше качнуться не в ту сторону. Там еще неизвестно, как это там повернется. Там идет сейчас борьба в общем-то за построение социализма или буржуазии там может победить. так же, как и у нас, но только другими способами. Или все-таки пронетариаз победит. Пока там идет борьба между тем, что будет социализм или вернется Китай к капитализму. Вернее, не вернется, а построит капитализм. Его у них не было никогда. Они от феодализма практически перешли к социализму. Попытались перейти. Тот, который сейчас они не постоят. Время, история покажет. Не, ну коммуна, опять же, Владимир Ильич тут же разбирает. Тот же самый вопрос, что революцию поддержало большое количество буржуазии. Да. И было много мелких буржуазий. Да, сначала поддержало, а когда увидело, что нет возможности продержаться больше, она быстро откачнулась. Остался один пролетариат. опять же, перед доживки федерализма. И с этим мы никуда не денемся. У них опять стал император и все остальное. И поддержало их, прежде всего, в Германии с их кайзером, да, то есть опять же, им царство. Понятно. То есть, у Китая тоже есть риск. У них капитализма своего такого не было. А вот с какого-нибудь императора своего... Не, а сейчас там капитализм будет здоров. Какой? Естественно, естественно. И опять же, многие эксперты говорят, что скорее, это все-таки госкапитализм. Но это не совсем. Но это все идет борьба. Это тот самый момент, когда Владимир Лидий говорил, что там от госкапитализма остается всего один шаг, чтобы направить его на пользу. Да, да. Да, да. Вот вопрос, куда Китай свернет. Да, с этим госкапитализмом. Кто возьмет, у кого власти, кажется, управление, и власть у кого находится в руках. Или у буржуазей, которые там в наличии. Или все-таки у пролетариата. Которого, в принципе, там уже прилично этого пролетариата. Но как он организован и насколько он воспитан в том, чтобы осознавать, быть классом не в себе, а для себя. Вот насколько он будет готов к этому, чтобы стать классом для себя. Тут еще все будет, время покажет. Только покажет время. Это сейчас интересно не Китайский, а что локации происходит? А во Франции дело в том, что там ближе к бунту бессмысленному, беспощадному, чем к революции. Те события, которые там происходят. Тем не менее, организовывало это все профсоюзы. Да, но цели-то какие они себя ставят, профсоюзы? У них они чисто экономические, ограниченные. Отвоевать, так сказать, заслуги прошлого. А и кончится тем, что верхушка профсоюза договорится с буржуазией. И все, и все станет на своей круге. Теперь буржа здесь сделает двигатель, чтобы потом, как у них было, это уже неоднократно. Точнее первая попытка принесенную реформу будет толкнуть. Может, закончим дискуссию? Вы уже встали, ну давайте. Часики пишут пролетарии всех стран соединяйтесь, вся власть советована и закончим, пожалуй.